Саперы и кинологи для ЖД вокзал уже привычные гости. Три года назад неизвестный мужчина сообщал сотрудникам полиции, что гавань для поездов заминирована. Вызов тогда оказался ложным. В этом году ситуация повторилась. ЖД вокзал, касси, бомба. Этот звонок на пуль дежурного 02 поступил в 17 вечера. Сначала неизвестный мужчина сообщил о взрывном устройстве, заложенном на железнодорожном вокзале. На место сразу прибыли сотрудники спецслужб. Они обследовали здание вокзала и прилегающую к нему территорию. Взрывного устройства не обнаружили. Спустя некоторое время в полицию вновь поступил звонок о том, что общежитие «Молодость» на улице Томилинской тоже заминировано. После проверки выяснилось, никакой бомбы нет. Камеры видеонаблюдения помогли полицейским установить личность лжетеррориста. По горячим следам сотрудниками правоохранительных органов Оренбургской области был задержан 20-летний неработающий житель города Оренбурга. После задержания парень признался, что сообщил о готовившемся теракте, когда был в изрядном подпитии. Этот случай в этом году не первый. Только за 4 месяца на пуль дежурной службы поступило 8 ложных звонков о готовившихся терактах. Все факты, надо сказать, в текущем году, они раскрыты. Лица, совершившие подобные ложные сообщения об акте терроризма, они установлены. И все из них набирали 0,2 и сообщали о заминированном здании с целью развлечься, не зная, какие последствия их ждут. Говорить о юридической безграмотности лжетеррористов специалисты не берутся. Обычно такими шутниками управляют алкоголь или наркотические средства. Конечно, это какое-то свое чувство неполноценности, несостоятельности, незамеченности другими людьми. Привлечь к себе внимание. Но чаще всего это происходит в качестве шутки, в качестве непонимания того, что я делаю. И за такие шутки можно не только получить штраф, но и на три года оказаться за решеткой. Зеляра Абусева, Владислав Горбунов, Новости дня.